так парни всем привет сегодня у нас 12 июня 2016 год с днем россии вас всех поздравляю видео будем писать сегодня из машины потому что на улице очень сильный ветер лето просто отменное каждый день идет дождь вот сейчас идет тот дождь что резко появляется солнце в общем погода не самая лучшая на сегодня очень так прохладно на улице но дело не в этом сегодня я хочу с вами поговорить на очень интересную тему согласно последнему видео где я снимал машину бмв просто сравнительный тесту как я бы даже не сам не назвал бы сравнительным там я попытался задать вопрос что покупать если у вас есть полтора миллиона новый автомобиль или бушный автомобиль на примере бмв я ни в коем случае не сравнивать автомобили все прекрасно понимаю все комментарии читаю вижу что люди есть адекватные а есть люди но скажем так неадекватные и буквально за некоторое время до снять этого видео человек написал просто говорит слушай сколько денег ты потратил на автомобиль за весь год ему стало интересно сколько денег я потратил на автомобиль сколько автомобиль за год потерял и чему равен 1 километр пробега ранее об этом как даже никогда не на самом деле не задумывался потому что я также рассуждал что новый автомобиль на какие там затраты несу да покупает там только бензин у того там дела периодически но тут я взял ручку взял лист бумаги начал записывать и я вам просто вот вот у меня есть доказательства ребята специально для вас я подготовил целый список доказательств так сказать все цифры будут в описании ролика заходите на канал с youtube и непосредственно с главной страницы нажимайте описание все цифры туда сейчас добавлю специально чтобы вам было проще смотреть сразу хочу отметить что я считал на примере своего автомобиля каких-то данных у вас может не быть допустим я пол я пользуюсь услугами платной стоянки кто-то из вас ждет в своем доме или кто-то из вас ставит машину возле дома и за сценку вообще не платит но тем не менее я сейчас перечислю сколько денег я потрачил за год на автомобиль на что я потратил высчитываем чему равен 1 километр пробега так как я проехал за год 30 тысяч километров и рассмотрим потерю рыночной стоимости за один год в моем случае это можно сказать этого не произошло почему вы сейчас все узнаете на смотрите рассказывать буду не в каком-то определенном порядке буду просто рассказывать что вспоминал по мере от поступления информации вспоминал на что деньги тратил про то и буду рассказывать но первое дело понятным делом бензин на бензин я потратил 75 тысяч рублей за год это примерно как я рассчитывал в году у нас 365 дней это всем понятно я сразу откинул 30 дней потому что эти 30 дней а то уезжал куда-то либо не ездил либо был в отпуске на больничном так далее далее 335 дней я разделил на 9 почему надеюсь потому что примерно раз в 9 дней а так вот сидел вспоминал я заправляю машину заправляя машину себя до полного бака у меня эта цифра бывает 1900-2200 рублей вот в этом диапазоне то есть когда сколько залью я посчитал что пусть среднем будет 2000 рублей я умножил там получилось 37 заправок если не ошибаюсь на 2000 вышла цифра там 74 с копейками соответственно я округлил 75 тысяч рублей ушло на бензин за год далее техническое обслуживание официального дилера первый раз я если не изменять память восемь тысяч рублей было было обслуживание второй раз был 12 тысяч рублей таким образом за два обслуживания за год я потратил около 20 тысяч рублей далее осаго когда я купил автомобиль я заплатил за него 7900 рублей округлил до 8000 далее замена лобового стекла вместе с работами с покупкой стекла это обошлось мне в 9500 рублей далее я делал за тонировку заднего стекла она обошлась мне в 2000 рублей я одевал на машину вот эти вот незамечательные скажем так чехлы за покупку чехлов с их установка я дал 6000 рублей далее мойки я также читал примерно сколько раз мой машина мой в среднем так помню то раз в две недели ну я прикидывал бывает чаще бывает реже за мойки я дал порядка 16000 рублей потому что мойки у меня бывает 30 300 рублей а бывает и 1000 рублей потому что я машину порой мой прям по полной программе вот спутниковая сигнализация стоит на машине за нее заплатил 18 тысяч рублей за год это абонентское обслуживание при покупке машину машина мне поставили бесплатно далее стоянка раз в месяц я плачу 2400 рублей из общая сумма вышла 26 тысяч 800 рублей за стоянку различного рода мелочи просто начался в этом засверлил стекло казалось бы 500 рублей дальше сделал вход развал 2000 рублей давление проверяю по кругу делает в принципе регулярно но раз в месяц однозначно по любому делаю посадки закидываю далее омывающую жидкость ту же самую освежитель держатель вот который у меня есть в машине помощью которой телефон креплю коврик в багажник фильтр салонный покупал вот у нас в группе прокол у меня был на машине то есть все эти мелочи я начал считать суммируйте в сумме получилось порядка десяти тысяч рублей зимняя резина 56 тысяч рублей шиномонтаж два раза в год дело шиномонтаж ну понятно 4000 рублей навигация я занятал 4000 рублей транспортный налог он мне еще не приходил я посчитал он должен быть порядка одиннадцати тысяч двухсот пятидесяти рублей далее поставить на учет автомобиль я конечно сейчас уже точно не помню сколько я давал там за то же самое номера и так далее но порядка пяти тысяч рублей все это все обошлось далее каска на первый год владения у меня было двадцать пять тысяч рублей это был угон и тотал я никогда не делаю полную каску я знаю что некоторые люди вообще дают по 100 по 120 тысяч рублей кстати ну если хотите пишите сколько вы отдали таким образом вот перечисли все данные все цифры у меня получилось двести девяносто шесть тысяч пятьсот рублей двести девяносто короче триста тысяч я отдал в год просто вот невзначай вроде бы это было даже незаметно потому что я помню там было пару раз это сложных моментов таких что этот резину купить просто раз вот пятьдесят шесть тысяч отдать плюс ее сразу же один короче десятка царей а так в целом то что заправляешься раз 10 дней это в принципе даже незаметно вот что я не считал что я не стал считать я не стал считать штрафы я не стал считать платные участки дороги хотя в принципе это можно было также считать я не стал считать различного рода там чивы как я порой бывает заправляю машину этом полтинчик вставляю и все 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 вот это в совокупности то есть если это тоже считает вам порядка пяти семи тысяч рублей а также вот на что-то потратил ну связано с машиной значит второй момент свой автомобиль у меня mazda 6 новая 2015 года выпуска в комплектации supreme плюс пакетом 3 а я его покупал за один миллион двести шестьдесят тысяч рублей спустя год даже может сказать уже 15 месяцев я зашел на автору забил свою комплектацию свой объем двигателя не стал указывать только цвет и увидел что автомобиль продается сейчас примерно ну минимум миллион один миллион двести тысяч рублей а это были какие-то более базовые комплектации в моей же комплектации автомобиль торгуется по цене примерно миллион двести пятьдесят и выше соответственно за сколько реально можно продать за сколько его купят я не знаю но я думаю что за миллион двести его официальный дилер без проблем заберет с условием трейдин вот таким образом в моем случае с учетом нынешней экономической ситуации я может сказать не потерял никаких денег то есть автомобиль вырос в цене и вот эту провала там сто двести тысяч за первый год владения у меня не произошло так как я активно слежу за своим автомобилем я знаю что я за год проехал примерно 30 тысяч километров таким образом при цене 300 тысяч рублей потраченных на автомобиль и 30 тысяч контр пробега цена одного километра составляет ровно 10 рублей подчеркиваю это именно при моих затратах сколько денег потратили вы пожалуйста берите ручку садитесь считаете не надо писать не о том что что-то у меня там дорого или что-то у меня слишком дешево пишите лучше что потратили и сколько потратить денег вы что вы покупали в течение года возможно вы делали с автомобилем еще что-то или же вы например не пользуетесь то той же самой платной стоянкой или еще чем-то теперь же зная сколько стоит у нас 1 км пробега на всегда будет проще считать во сколько реально нам обходится каждая поездка то что вся эта сумма раскидывается на весь год и она идет постепенно что в сентябре покупаешь резину там раз там допустим декабре ты делаешь каско и казалось бы это в принципе незаметно в реале если тут здесь все все подбить то цена получается вот такая поэтому обязательно пишите в комментариях сколько денег тратите на автомобиль вы это будет очень интересно и самое главное что это неважно какой у вас автомобиль то может быть жигули это может быть какая-то более дорогая марка это может быть средняя марка в моем случае пишите схема и формулу можно сказать да она единая для всех автомобилей все те кто не подписан на мой канал обязательно подписывайтесь заходите накидайте лайков пусть они будут в следующем видео я нашел уже toyota camry для сравнения с новой mazda 6 но toyota camry парня на 2013 года выпуска в 2015 году как известно был там небольшой фейслифтинг вопрос есть ли смысл ее брать и сравнить ее с 2015 года mazda 6 если есть смысл и вы считаете то что там в принципе никаких изменений критических нету значит соответственно я ее беру и среди недели мы запилим видосик вот его я как раз буду вести как сравнительно мы посмотрим по багажнику мы посмотрим по месту в салоне по динамическим характеристикам по комплектующим по качеству сборки по качеству материалов с машиной с этой знакомой эта машина моего товарища на ней я ездил поэтому я смогу вам объективно про нее что-то рассказать видос получится нас минут на 20-25 не более поэтому если вы поддерживаете считаете то что данный автомобиль можно сравнить пишите говорите да одобряем будем делать тогда будем снимать если нет то буду искать автомобиль 2015 года чтобы было объективно рестайлинговая mazda 6 обновленная toyota camry ну а вам за просмотр всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч парни всем пока пока